Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы три передачи подряд провели такой цикл литературных бесед с нашим самарским священником, самарским писателем, отцом Николаем Агафоновым. И сегодня мы вновь встретились в нашей студии с ним для того, чтобы презентовать его последний роман, крайний роман, не будем говорить последний. Здравствуйте, отец Николай! Ваш исторический роман... Который я назову новым. Новый. Это новая повесть. Новая, да. Посвященная событию, которому вот уже 60 лет в этом году. В 56-м году произошло такое самарское чудо. Памятник сейчас уже стоит даже рядом с этим домом, в котором это все произошло. Памятник святителю Николаю и люди, проезжающие по это. Сам дом еще хоть обгоревший стоит. Да, вот. Книга, посвященная чуду стояния Зои. Вот давайте о нем немножечко поговорим. Давайте для начала, я думаю, что не все, тем более молодые наши телезрители, если нас они смотрят, знают вообще об этом событии. Что произошло в январе 56-го года? В январе 56-го года. На улице Чкалова. Девушка танцевала с иконой и застыла. Вот если вкрат сказать так. Поскольку ее не смогла увезти скорая помощь. Не могли оторвать от пола. То простояло там несколько дней, и поэтому ажиотаж был большой. Около этого дома охранял его милиции. Собирались там тысячи людей. Тысячи. Вся улица была заблуждена. Поэтому, естественно, милиция охраняла этот дом. Иконные милиции даже вызывали. То есть, событие такое нашумевшее. Многие из жителей еще знают о нем. Кто-то отрицает его, кто-то. Ну, я событию самому поверил сразу. Я 38 лет назад услышал эту историю. Ну, естественно, она ходила в таких летписях, которые переписываются другие. По всему Советскому Союзу. Потому что это громко. Громко. Которые, наверное, автоматически превратились даже в апокрифы. Ну, вот, да. Надо пояснить, что такое апокрифы. Да. В любых апокрифах есть исторические. Я бы назвал так. Благочестивыми преданиями. Несколько приукрашенными. Это сразу почувствовал. Потому что в народной этой повести, естественно, что-то добавлялось. Не с целью обмануть кого-то. А знаете, как один сказал, другой что-то добавил. Третий не так понял, передал. Ну, и вот, согласно вот этой, скажем так, легенде, она на Новый год танцевала. Потому что не пришел уже, не собрались они. То есть, с 31 на 1 января. И аж только на Пасху она ожила. Когда окаменелась эта икона. Ну, это в 4 месяца с лишним. Я, конечно, сразу не поверил. Я прагматик немножко и такой реалист. Не позволил бы советской власти только время держать милицию, вообще охранять там, как могла стоять. Ну, это вот несоответствие-то историческое. А что же историческое? То есть, я стал изучать. Я встречался со свидетелями. Не только с теми, кто на улице стоял. Мне повезло. Я был разговаривать с теми, которые были в комнате непосредственно. — Это кто? — Ну, вот она у меня описана. Там как подруга сестры этого милиционера, который был главным охранением. Мария, раба Божия. Извеличался. И у меня про сфорность спала. Ее родной брат был сержантом милиции. В то время в доме самом хранял. Там у меня все это написано в книге. Вот в моей повести есть все эти факты. — Повесть художественная. Но поскольку я взял, все-таки это она историческая, 60 лет назад, я тщательно учил события. И сама художественная канва на основе того, что я сумел узнать. То есть, я считаю, моя версия является самой такой основательной. Правдивая. Но это поймет читатель. Поймет читатель. Потому что для меня ведь главное что? Какая мысль была? Возможно ли описать чудо в художественной литературе? Были попытки. Вы знаете, кино было про чудо Зои. Ну, сразу скажу, фильм у меня не произвел впечатление. — На меня почему-то тоже. — Да, ну, вообще чудо невозможно описать. Я вот это четко знаю. Художественная литература ни в кино, ни в книге, ни в чем-то другом. А описать это событие не сможет, потому что само чудо неуловимо. А вот воздействие чудо на душу людей, как это подействовало, это уже для писателя, для сценариста. То есть, что происходило вокруг чуда. Поэтому у меня нет такой главы, где вот она там взяла икону. Это все в рассказах других людей. То есть, я пишу не о самом чуде, а о людях, которые были вокруг этого чуда. И для меня это интересно исследовать автору именно. Что она, какое произвел впечатление? На милицию, на уполномочия по делам религии, которые надзирала за церковь от лица государства. На первой секретаре обкома партии, на священника. Вот окружающие простые люди всякие, как на них произвело впечатление? Кстати, это событие произошло в очень, так сказать, горячий исторический год. Дело в том, что готовился съезд партии 20-й, на котором предстояло вот это разоблачение культа личности Сталина, доклад Хрущева. И весь 55-й год был подготов к этому съезду. Проходили конференции в район, то есть партийные конференции. А 20 января 1956 года должна быть областная 13-я партийная конференция, на которых, собственно говоря, подводятся итоги, и заодно выбирается делегат. То есть, очень важное событие в том, в государственном масштабах. Естественно, все наше начальство в то время было в напряжении. А почему напряжение? А потому что в Москве происходила борьба двух группировок. Одна во главе с Хрущевым за то, чтобы прочитать доклад, другая во главе с Молотом, там солидные все люди. Не надо читать этот доклад, не надо этого. То есть, представляете, происходит вот эта борьба, а на местах-то наши партийные чиновники знают, потому что первый секретарь, что там, за кого, за кого стоять, как, что. Вот недавно было в декабре, день рождения Сталина, еще в нашей Волжской коммуне на полстраницы его портрет, все. А тут вот, то есть, напряжено начальство. И так, и тут вдруг такое событие. Вся улица полна народу, милиция, да дойдет до Москвы-то. То есть, начальство растерялось. Почему первые дни не знали, что делать? И только к самому начало пар конференции, это был где-то уже шестой день стояния, все-таки это дело все прекратили, потому что, согласно документам стенографическим съезда, первый секретарь, когда вышел в выступание, сказал, мне пришло более 20 записок от наших, значит, партийных делегатов, что там происходит на улице Чкалова. Объясните. И он говорит, да, произошло это чудо. Ну и потом превращается все это вот, и опровергает как бы заодно, говорит, зачем милицию там поставить, не надо милицию. И мы решили вот на политбюро убрать милицию, все убрать. Нет там ничего вот так. А, значит, сразу же после партийных конференций стали туда экскурсии возить. Действительно убрали. После 20 января уже там ничего не было. Милицию сняли, и Зою. Как раз пол, когда стали рубить, кровь пошла, и все это. Так вот, вот эти вот шесть дней, говорит, Бог творил, мы шесть дней, эти стояния, которые, значит, произошло это на старый Новый год. То есть это произошло 14 января, они собрались. И закончилось все уже до 20-го. Вообще, до 20-го там уже ничего не было. И секретарь так сказал, написать, поручить этому редактору Волжской коммуны, об этом написать в газете, Фильтон. И он, я смотрю, Фильтон пишет, можно сказать, это Фильтон, расширенное объяснение речи самого секретаря. Это произошло, значит, 20-го, Фильтон вышел 22-го. Ясно, что он как вот секретарь выступал, в своем выступлении от Фильтона Дичайцева. В таких же видах он, как сказал на часть, так он написал. Ну и событие, это вот, конечно, потрясло всех людей. Вы знаете, надели кресты, жаловались, значит, наши кинопрокатчики советские, что постом пустые, у них кинотеатры в деревнях, клубы, вернее, там были, киноли. То есть, вот, встряхнуло людей сильно, это чудо. Наш общий знакомый, вы, может, помните, покойный царство небесное, Иван Осипович, который в монастыре нашем на Черемшанске подвязался, ну, алтарничал. Вот он говорит, что он был мальчишкой, который сидел на заборе, он тоже видел Зою стоящую. И люди, посидевшими, выходили из вот этого дома. То есть, это действительно так? Это как-то в документах отмечено? Ну, у нас еще отец Виталий Калашников, который умер в Зарусе Небесного, его же родная тетка была в этой, в скорой помощи первой, которая приехала, она оставила уколу, не могла уколу. Она сообщила тоже, оставила. Да много у нас свидетельств. У нас алтарник Николай Александрович, тоже более полувека уже алтарником. Я его спрашиваю, что там? А он как раз пошел туда уже после крещения. Там, говорит, уже все, милиции не было, окна были заколочены. То есть, даже выселили эту, дали видать другую квартиру ей. Ну, вот так вот это происходило, события, конечно, нашумевшие. Много оставил, посмотрел Андрей Андреевич, Савин, секретарь тогдашнего епископа. И он много лет был секретарем многих архиереев. Батюшка, ну, часто задают вопрос, какова была все-таки участь Зои? Ну, это все задают вопрос. Вот неизвестный. Тут я остановился на этом. Да, вот как вы это в романе? В повести. В повести, прошу прощения. Ну, в повести надо прочитать мои повести. Я, если буду рассказывать сюжет, то тогда зачем людям читать? Ну, это да. Пусть люди узнают, прочитав поезд, чем все закончилось. И поймут, почему я так именно закончил. А она, если так исторически, то неизвестно. Кто говорит, что она жива осталась, и потом где-то там вдали, там подальше от людей, жила чуть в Болтайском крае. Кто, что она в больнице недолго пожила, умерла. А вы-то какой версии придерживаетесь? Я придерживаюсь, что она осталась жива промыслом Божьим, но жила вот... Уже какой-то уединенной. Да, уединенной специально, ну, чтобы не светиться власти. Властям невыгодно было, чтобы тоже... Я не... Ну, короче, в моей повести это решил вопрос неплохо. Тогда немножко, ну, Коля, мы уже презентовали роман. Повесть. Повесть, да, что-то я ее все хочу назвать. Ну, для романа не тянется по объему. Повесть получилась. Хочу спросить вообще, в принципе, о феномене чудо. Вот как, что называет чудом с точки зрения православия, с точки зрения богословия, что чудом не является. Потому что вот мы вот сказали, упомянули слово апокриф, да. Апокриф, напомню, для наших телезрителей переводится с греческого скрытый, тайный. То есть очень много апокрифов о детстве Христа, потому что в Евангелии мы о них практически, об этих деталях биографии не знаем. И вот рождались какие-то всяческого рода домыслы. И там тоже были, ведь апокрифы, они ведь переполнены чудесами. Христос там такие-сякие, маленький Христос, отрок Христос творит чудеса. Вот как мы смотрим вообще, в принципе, на феномен чудо? Что это такое? Ну, вообще чудом предназвать любое вторжение потустороннего, так скажем, мира, который мы называем в церкви небесным миром, то есть невидимым, духовным, в наш материальный мир. Когда как бы законы природы некоторыми отменяются, вот происходит то, что мы не можем объяснить этими законами. То есть это что-то сверхъестественное, которое какое-то совершает действие. То ли там мгновенное исцеление от болезни, то ли воскрешение мертвых, то ли еще что-то. Но в Евангелии, как вы заметили, чудо, за чудом следует преображение человека. Вот чудо, которое повлияло на жизнь человека, вот это подлинное чудо. Все остальное иллюзионизм и фокусы. Ну, есть там в апокрифе, вдруг Христос вылеплюет птичку из теста, пускай, ну, чудо. Это что-то такое, иллюзионизм и фокус. Чудо – это то, что вторжение духовного мира в наш материальный, что производит переворот в душе. Тогда это чудо. Почему чудеса случаются не со всеми? Не со всеми чудеса случаются со всеми, просто их не замечают. Мы можем отнести любое чудо с вами как случайность в течение обстоятельств. Ну, например, отношение человека к тому, что случилось и является чудо, это не чудо. Если человек отнесся этому как к чуду, вдруг задуман, значит, чудо. Случайности. Другие говорят случайности. Я говорю, ну, как это случайность? Ну, например, я в своей жизни помню таких. Мне нужно было срочно ехать на сессию в семинаре. Я еще был диаконом, молодым, в Тольятти. Я что-то так, то ли задержался на службе, то ли еще, что вот я бегу на такси, опаздываю на поезд. Поезд отходит от станции Чугулевское море. И таксист говорит, когда у вас поезд? Говорит, нет, мы не успеем, говорит, опоздаем. То есть будут даже себе быстро мчаться. Я говорю, я все равно, говорю, поехал. И пока я ехал, я молюсь, святитель Дочи Никола, ну, помоги мне, вот я, и помоги для тебя. У меня же отчислятся семинарием. Я так хотел там учиться. Помоги, прости, вот мои грехи. Сделай так, чтобы я все-таки прибыл. Просто так молился, молился такси. Приезжаем, поезд стоит, таксист вообще-то. Заклинило эти тормозные колодки. Ровно на 20 минут что-то там случилось. Другой сказал, да я случайно совпал. Ты спешил и заглянил. Я это воспринимаю, как чудо святителя Николая. Понимаете, это не для кого, для меня лично. А для других, кто, ну, такой может быть техническая авария при всяком случае. И таких много событий в жизни человека. Когда я скажу случайно, другой скажет, нет, это именно для меня. Бог меня, это вот спас меня, открыл меня это. У меня вот одна прихожанка как-то спросила, и я, честно говоря, не знал, что ответить. Может быть, вы из опыта подскажете. Она как раз сравнила, вот вспомнила Зою, вот в связи с какими событиями. Ну, вы помните вот этот вот бесноватый танец в храме Христа Спасителя, этих групп, группы феминисток, вот. И она говорит, вот почему Господь в жизни Зои вмешался таким образом, что она вот такая окаменела, а почему, когда было явное поругание святыни, тот танец в храме. И вмешался, да. Очень правильный вопрос здесь. Я отвечу так. А почему Христос явился Фоме, который сказал, не верю, чудо привело в Россию. А почему он не явился первосвященником, распинателем, пончо-пилатом. Ведь он мог тоже им явиться, как грозный, воскресший, Христос, это чудо. Да они бы от страха в ногах ползали бы у него тут. И просили прощения, вот, вот, а мы вот ошиблись. Но нужно было это Христу. Ему же нужен не страх, а апостол Фома его любил. Вот ему явился Христос, потому что для него это было явлением важным. Даже не то, что он не верил. Церковь поет о доброй неверии Фомино, называют добрыми вериями. А там было злое неверие. Так вот, у этих танцовщиц, феминистов этих, развратниц, было злое неверие. А здесь мы считаем с добрыми, с отчаянием. Вот она взялась здесь Николая икону. И Господь, как бы, поразив ее, так и показал другим, что это нельзя кощун, и ее помиловал. Потому что она же, простояв, ожила, она же раскаялась зоем. То есть здесь, понимаете, Господь не делает таких чудес, которые были бы только эффект для того, чтобы человек, не изменившись, просто испугался. Ну, например, у меня есть такая глава в моей повести, когда приезжает профессор медицины, который вызывает, чтобы, почему не могут, почему она стоит, во-первых, застыла так. Это же неизвестный феномен такого, ну, парализации, все мышцы там делал человек. Почему не могут от пола торвать? Он приходит, начинает все это делать с точки зрения, естественно, науки изучать. И потом, когда произошло ее оживление, вот она приходит к своей подруге еще юности, которую любит. Она в нашем медицинском университете, преподаватель, тоже она профессорша, женщина. И она в доказательстве, что это там-то икона? Причем, если икона, это вот все это научно может объяснить. Она говорит, я сейчас, чтобы доказать, и она берет икону и танцует тоже. С этой же иконы, сидит Николай, танцует. И ничего нет. Она ставит икону, вот видишь, мой дорогой, что это там, икона здесь ни при чем. Вот. И только потом, когда уже вот, ну, там все это в повести написано, когда Зоя вот из больницы, они, значит, выкрадывают, можно сказать, потому что там все это, конечно, немножко как детективы. И профессор в растерянности приезжает, а домой к этой профессорке, они говорят, она в больнице. Ее инсульт разбил. Она лежит, и она ему говорит, ты не думаешь, что это икона-то все. У меня так сосуды головного мозга были, у меня же был микроинсульт. Это просто инсульт. То есть, понимаете, она вот пораженная за свое, я, мы-то понимаем, что все кончился инсультом, через некоторое, не сразу, не маловерно тут, а инсульт просто. Она это естественно относится. Вот, пожалуйста. Она же не стала тут, не сказала, иди там в церковь, помолись, там все. Я бы не понимаю, она говорит, это просто инсульт. То есть, у Господа, как сердцевеца, каждому свой подход. Да, наказание вот этих женщин, которые танцевали, от этих наших феминисток, развратниц, будет страшное. Но если не будет покаяния, наверное. Если не будет покаяния, может, Господь идет от них к покаянию, хочет. Поэтому что там говорить, зачем наказать? А вот о природе наказания, может быть, тоже скажем? Ну, наказание это не от Бога, а от самого человека. Дело в том, что мы привыкли, вот Бог наказал. Но это образ выяснил. Бог не наказывает. Человек наказывает себя, не слушая Бога. То есть, мы определяемся, наказывает. Бог только предупреждает. Вот этого не делай, это смертельно, это опасно. А вот это дело, это будешь жить и будешь жить вечно. Ну, потом тому, как, например, мать дает заповедь маленькому ребенку, малышу. Говорит, ты вот здесь играй, а туда не ходи, ни в коем случае. Иначе я тебе больше даже не выпущу, домой заговорить. Потому что там ходят машины. Мать знает опасность. Что если ребенок, потому что выбежит на дорогу, она что, ему ограничить пространство, она заповедь дает. Там опасность, здесь хорошо. И ребенок, слушай, сохранит. Она знает, там он погибнет. Или мне взрослому сыну-отец говорит, сынок, вот с этим ребятами не дружи. С ними-то, он видит, что ребята там бьют, там шприцы, там. Он рано или поздно или в тюрьму упадет, или наркоманом станет. А сын возмущает, что это мне мой там предок, говорит, с кем хочу, дружить, хорошие ребята, все запрещает. Мол, а для чего? Из любви к сыну. Знаю, более опытный отец говорит, не делай этого, это опасно. Вот так же и Бог, он говорит, вот это не делает. А если человек идет, он сам себя наказывает, понимаете? Он сам идет. То есть это выбор человека, не выбор Бога. А Господь опять ему говорит, не надо, вот раскаясь, делай. То есть Господь, как любящий, это не наказывает. Он уберегает нас, а мы себя сами наказываем. Так что наказание от нас, а от мы себе сами определяем. Еще один вопрос, что называется уже на ход ноги, вот, потому что заканчивается наша передача потихонечку. Вот все-таки еще к вопросу о часто задаваемый вопрос церкви. Почему благоденствуют злые, вот, и страдают добрые? Ну, это вопрос, во-первых, нет таких исследований, чтобы благоденствовать злые. У меня другой подход, злые еще как страдают. И страдание будет неимоверное. Я знаю другие примеры, понимаете? Это так вот кажется. А добрый ли ты человек? Чего ты страдаешь? Не сделал ли ты столько абортов до этого, когда сейчас страдаешь болезнью? Ну, это примеры. Сами себе там здоровье испортим, страдают. Чего я страдаю? Я такая добрая, все время была вот, людям добро делала. А то, что она убила, 6-7 детишек в своем череве. Понимаете, мы вот, у нас свои мерки человеческие там, доброго, злого. А другой злой, может быть, это разбойник благоразумный, который раскается, Господь ждет. Вот мы не можем быть судьями. Судить может Бог. Мы не знаем, что будет с этим добрым человеком. Может, он завтра предаст Родину по своей доброте, так сказать. По любви к западным ценностям. И тетя такой добрый, хороший. Предал, что из-за него погибли миллионы. Я примеры говорю там. Пошел добрый, сдал. Там вот есть в круге первому Солженистову. Пошел, сдал наш секрет, Американ. Ну, что это такое-то? Предательство, а он герой. Какой он добрый человек был. Так что добрыми намерениями дорога в ад вымощена. Каждый человек грехой. Каждый страдает. Страдают и те, и другие. Потому что сам мир несовершенен с нашим грехом. Он искажен нашим грехом. А как в этом мире выжить? Может, только с Богом. То есть, человек верующий, то его страдание превращается в благо. Они его очищают, возвышают. По-разному можно относиться. И к страданиям, к испытаниям. Потому что не все страдания, не все болезни – это зло. А это надо будет большое благо. Спасибо, отец Николай, за очень интересную беседу. Поздравляем вас с выходом вашего нового произведения, новой повести. Стояние. Стояние. Так оно и называется? Только стояние. Да, кратко. Стояние. Надо кратко. Еще раз, где мы можем приобрести в лавках? В Петра и Павла, это точно. Но и в других лавках и заказать по интернету. Желаю вам благодарного читателя. Читателя, который был бы не только слушателем, но и слышателем. Чтобы действительно услышал те посылы, которые вы в эту книгу вложили. А с вами, дорогие зрители, мы сегодня прощаемся. До скорых встреч. Храни вас всех, Господь. Христос Воскресе. Христос Воскресе.